Продолжаем выпуск. Наши журналисты всегда оперативно реагируют на самые разные обращения жителей Твери области и по мере своих возможностей помогают гражданам в решении весьма широкого спектра проблем. Вот и на этот раз потребовалось привлечение СМИ. В доме номера 18 на бульваре Гусева подвал и неэксплуатируемая бомба-убежище топит вода. С 20 сентября жители пятиэтажки пишут в разные инстанции. Но точная причина коммунального ЧП так и не обнаружена. Люди обратились в редакцию нашего телеканала с просьбой рассказать о своей проблеме. Тему продолжит Наталья Чекет. Подвал пятиэтажки стал похож на сауну или даже бассейн. Помещение постоянно заполняется горячей водой. 20 сентября жителям должны были включить отопление. Но этого так и не произошло. Вместо этого под домом теперь стоит горячая вода. Пришли, Тверская генерация все отключила. Водоканал тоже там пытался что-то сделать. Но ничего не меняется. У нас вода так и откуда-то течет. А так как у нас дом находится в низине нескольких домов и в нашем подвале есть бывшее бомбоубежище, которое выведено из эксплуатации. Но подвал очень глубокий. За счет этого его затапливает всеми водами, которые есть. Из-за потопления, говорят жильцы, фундамент дома может не выдержать. Кроме того, затопленный подвал и неэксплуатируемое бомбоубежище стали пристанищем комаров. Насекомые попадают в квартиры, оседают на потолках и стенах. Проживая на пятом этаже мы, тем не менее, все равно в дом залетают комары. Постоянно по 20-30 комаров, если не больше. Плюс ко всему, ребенок вчера в своей спальне заметил, что по углам, вообще везде, наверху и внизу, уже серьезная плесень у нас. Сырость в доме ощущается. Естественно, холодно в связи с тем, что нет отопления. К слову, к своей управляющей компании, центра делового обслуживания, у жильцов претензий нет. УК пытается откачать воду своими силами. Но маленького насоса для этого недостаточно. Вода уходит слишком медленно. Мы уже не знаем, что делать. У нас не отопление. У нас маленькие дети в доме также проживают. Очень все страшно. Сейчас скоро зима. И мы, походу, останемся вообще без отопления. Управляющая компания и так старается хоть что-то сделать. Ну, пытается. Также откачивает воду. И ничего, также ничего мы не можем добиться ни воды, ни ухода воды из подвалов. Страдают от затопленного подвала и предприниматели. На первом этаже дома расположены магазины, пекарня и аптека. Здесь из-за подтопления отключается свет. А в помещениях стоит запах канализации. У нас постоянно запах стоит, как в общественном туалете. Запах такой, что аж глаза режет. Вот я, допустим, такой человек, ну, аллергичный. Я как захожу в аптеку, мне сразу начинают чихать, кашлять. Работать, конечно, целый день в такой ситуации, ну, вообще просто нереально. В том году мы сидели неделю без света. Из-за того, что был затоплен. Жильцы 18-го дома обращались в различные инстанции. Но там снимали с себя ответственность. За комментарием в разъяснении сложившейся ситуации наш телеканал обратился в Государственную жилищную инспекцию Тверской области. При пуске отопления в многоквартирный дом произошел прорыв теплотрассы до ввода в дом и, как следствие, затопление подвального помещения. Силами Тверской генерации произведено отключение подачи теплоносителям в МКД до завершения проведения ремонтных работ. Силами управляющей компании до настоящего времени проводится откачка воды из подвального помещения. В том числе и бомбоубежище. Как сообщили в ГЖИ, начало ремонтных работ Тверской генерации запланировано на 30 сентября. Редакция телеканала будет следить за развитием событий.